Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня с нашим гостем подведем итоги сельскохозяйственного года. Если у вас есть вопросы, присоединяйтесь. Диалог. В этом году стал сотрудником Института радиологии. Вопросами ведения сельскохозяйственной деятельности на пострадавших территориях продолжил заниматься в отделе по проблемам катастрофы на Чернобыльской АЭС, Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома. Позже возглавил управление по животноводству. С 2015 года работал заместителем председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облсполкома. На нынешней должности с 2016 года. На вопросы, которые касаются сельскохозяйственной отрасли региона, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340 043. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Не всем довелось отдыхать на выходных в начале этой недели. Гомельщина буквально всем миром спасала лен. Руководители, студенты, горожане отправились поднимать льно-тресту. Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, почему сложилась такая экстренная ситуация, что аграриям понадобилась помощь? Да, действительно. В этом году нам потребовалась помощь горожан. Льноводством занимается в области открытое акционерное общество Гомель-Лен. В его состав входит два филиала. Это Кармянский льнозавод и Уваровичский льнозавод. Льноводство – очень метеозависимая отрасль сельского хозяйства. Погодные условия в этом году сложились не совсем благоприятно для данной отрасли. Была затяжная холодная весна. Сев прошел в более поздние сроки. Естественно, из разревания льноволокна происходило с запозданием. Уборка льна в этом году началась только в начале сентября. Если провести хронологию событий, то в прошлом году, в 2016, на эту дату уже было убрано порядка 30% всех посевных площадей, которые были под этой культурой. Осень также мало нас радовала погодой. Шли затяжные дожди. Естественно, льно-300 не успевало просыхать. Поэтому нами было принято решение обратиться за помощью в Омельский областной исполнительный комитет, который принял решение оказать содействие техникой, транспортом и в том числе трудовыми ресурсами. Спасибо всем людям неравнодушным, кто откликнулся на этот призыв и кто действительно поддержал и помог. Да, я тоже хочу выразить слова благодарности всем людям, которые оказались небезразличны и несли свою посильную лепту в уборку урожая льно-тресты. Это и руководители, это и студенты, это и горожане, и все, кто принял участие. Спасибо огромное. Действительно, хорошие выходные, трудовые, не потрачены впустую. Около 50% волокна льнозавода области поставляют в счет госзаказы, остальное реализуют на внутреннем и внешнем рынках. Скажите, пожалуйста, вообще спрос сейчас на льноволокно высокий в мире и в Беларуси. Нам выгодно заниматься льноводством? На текущий год постановлением правительства Республики Беларусь Гомельской области доведен объем поставки льно-тресты в адрес республиканских государственных нужд 1350 тонн. По состоянию на сегодня поставлено на льноперерабатывающее предприятие Торшанский льнокомбинат порядка 970 тонн льно-тресты. То есть задание, которое доведено правительством, выполнено на сегодняшний день на 72%. Работа производственных мощностей наших льнозаводов будет направлена на обеспечение поставки льноволокна в первую очередь в счет государственных нужд. Рынок льна сегодня сложный. С одной стороны, существует государственный заказ, который необходимо выполнить в первую очередь. К тому же каждый потенциальный покупатель льноволокна хочет купить волокно по максимально низким ценам для себя, максимально выгодным. И с другой стороны, на рынок конкуренцию составляет хлопок. Спрос на продукцию льноводства сегодня стабильный. На протяжении последних 4-5 лет данная продукция очень востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами. Ну, Беларусь славилась своими традициями в области именно производства льна, поэтому я думаю, что это, кроме того, что это наша традиция действительно, да, испокон веков, но это еще и живые деньги, которые можно за это получать. Одно из главных условий успешной работы в сельском хозяйстве – четкое соблюдение агротехнических сроков за последними днями уборочной кампании. Наблюдали наши корреспонденты. Давайте посмотрим сюжет. В эти последние теплые осенние дни 2017 года деревни Гомельщины были особенно прекрасны. На деревьях еще оставалось подсвечиваемое солнцем желтое листва. После завершения работ на приусадебных участках на полях набирались сил кони. Картина, достойная кисти художников. Правда, большинству самих сельчан в эти дни было не до лирики. Погодные условия в этом году оказались такими, что для получения максимального урожая приходилось оперативно задерживать. У нас уборочная кампания по колоссовым прошла практически на одном дыхании, без поломок прошла. Ну и слаженная работа коллектива трудового, начиная от главного агромнома, ведущих специалистов инженерной службы и комбайнеров и водителей. Все слаженно, дружно сработали. Кукуруза – культура, которая заставила специалистов сельскохозяйственных предприятий довольно сильно поволноваться. Практически до середины лета вообще было непонятно, каким будет урожай в этом году. Для акционерного общества «Хальч» вопрос тем более актуальный, что кукуруза в хозяйстве в этом году занимала половину посевных площадей. Хотя в итоге все оказалось не так уже и плохо. Пожалуй, единственное серьезное замечание, которое высказывают специалисты, обращено к ученым. У кукурузы белорусской селекции початки почти вдвое меньше, чем у того же украинского аналога. Выращивать на корма можно, на зерно экономически невыгодно. Семена кукурузы для акционерного общества «Хальч» были закуплены за пределами страны. Мы обеспечиваем себе кормовую базу на год по кукурузе. Если даже какие-то излишки, можно и продать. Дополнительные средства открытому акционерному обществу «Хальч» никак не помешают. В этом году здесь введена в эксплуатацию птицефабрика. И хотя на проектную мощность она выйдет только в 2018-м, уже сейчас очевидно, что для эффективной работы нового предприятия придется приложить немало усилий. Узкого профиля не будет. Будем заниматься и животноводством, и птицеводством. Но кормами наших земель будет недостаточно. Для обеспечения птицефабрики кормами нужно очень много зерна. Придется производить закупки зерна под птицефабрику дополнительные. Урожай будущего года закладывается сегодня. С этой точки зрения посевная кампания для сельхозпредприятий не менее важна, чем уборочная. В те последние погожие осенние дни в открытом акционерном обществе «Хальч» стремились максимально использовать весь световой день. Прогнозы уже обещали обильные дожди и даже снегопады. Сеять в таких условиях было бы очень проблематично. В первое время было затруднение, потому как перевлажненная почва была, и подбивала сейлку, и мы много стояли по погодным условиям. Но сейчас более или менее климат становился, погода теплая, и мы уже сеем от рассвета до заката. Впрочем, не зря говорят, что у природы нет плохой погоды. В этом году у аграриев одновременно оказались прямо противоположные желания. С одной стороны, для завершения уборочных работ и проведения посевной нужна была как можно более продолжительная теплая погода. Однако именно по этой причине озимый рапс уже стал не просто перерастать, но и грозил зацвести еще до появления стойкого снежного покрова. Переросшие, да, будем смотреть уже, как погода пойдет дальше. Если снега выпадет, в принципе, страху небольшого нету никакого. Вы смотрите диалог у нас в гостях заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома Сергей Андруш. Действительно, погода в этом году заставила поволноваться на протяжении всего сезона сельскохозяйственных работ и весенние заморозки, и летняя жара, и осенние дожди. Сергей Николаевич, как выдержали районы, поставленные для каждого вида работ, агротехнические сроки? В текущем году зерновые и зернобобовые оккультуры убраны с площади 359 тысяч гектаров. При средней урожайности 27,8 центнеров гектара с гектара намолочено 998 тысяч тонн зерна. В настоящий момент кукуруза на зерно убрана с площади 38 тысяч гектар и намолочено порядка 252 тысячи зерна кукурузы. Таким образом, общий сбор зерна урожая текущего года на сегодняшний момент уже составляет 1 миллион 250 тысяч. Собранный объем зерна позволяет сегодня, в текущем году обеспечить в полном объеме реализацию ее в счет государственного заказа и удовлетворить потребности сельскохозяйственных организаций в семенном материале и на корм для общественного животноводства, для скота общественного животноводства. На зимний стойловый период 17-18 годов заготовлено в этом году порядка 1 миллиона 600 тысяч тонн кормовых единиц травяных кормов, что составляет 31,5 центнер кормовых единиц на одну условную голову скота и обеспечивает потребности общественного животноводства области в травяных кормах на предстоящую зимовку без каких-либо проблем. По отдельным сельскохозяйственным организациям, по большинству сельскохозяйственных организаций данного объема заготовленных кормов хватит на круглогодичное стойловое содержание. На сегодняшний момент в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах завершаются работы по уборке позднеспелых сортов капусты. На сегодняшний момент осталось убрать порядка 30 гектар. Получили, собственно говоря, то, на что рассчитывали. Все районы действительно смогли соблюсти установленные сроки для работы? Практически, да. А с чем были связаны какие-то проблемные моменты, которые возникали? Ну, где-то подводила немножко техника. А так в целом... Но в то же время наши аграрии своевременно реагировали, ремонтные бригады своевременно приезжали, ну и убиралось все своевременно. Собранного хватит до следующего сезона? Собранного хватит урожая до следующего сезона. А есть ли у нас возможность качественно выращенный урожай сохранить? В настоящее время потребительский рынок Гомельской области в полном объеме обеспечен картофелем и свежими овощами собственного производства. Для бесперебойного обеспечения населения в межсезонный период 2017-2018 годов Гомельским областмолкомам принято решение о создании стабилизационного фонда продовольственного товара на межсезонный период 2017-2018 годов. И запланирована закладка стабилизационный фонд порядка 25,6 тысяч тонн плодовощной и продукции. На сегодня закладка продукции обеспечена в полном объеме. Как уже сказано, как я только что отметил, к потреблению в межсезонный период нам необходим стабилизационный фонд, который заложен 25,6 тысяч тонн картофелеплодовощной продукции. В то же время сегодня в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах области имеется картофельохранилищ, овощехранилищ и плодохранилищ единовременного хранения почти на 195 тысяч тонн. То есть вся продукция будет сохранена и наше хранилище позволяет еще дополнительно хранить продукцию для реализации перспективы на внутреннем рынке, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. А стабилизационный фонд до какого срока он рассчитан? До следующего урожая. То есть у нас будут свежие овощи круглый год. Круглый год до следующего урожая. Итог всей этой многотрудной работы агрария будет подведен уже на следующей неделе, когда в Житковичах пройдут областные дожинки. Скажите, пожалуйста, сколько в этом году для награждения, потому что это, собственно, главная цель фестиваля Тружеников Села, сколько выбрано номинаций? В соответствии с условиями ежегодного областного соревнования за достижением высоких показателей при уборке зерна, определено 10 номинаций. Это будут экипажи зерноуборочных комбайнов, молодежные экипажи зерноуборочных комбайнов, то есть до 31 года, водители, осуществляющие отвозку зерна от комбайнов, молодые водители, осуществляющие отвозку зерна от комбайнов, водители обслуживающих организаций, которые поставляют зерно на заготовительные организации в счет государственного заказа, операторы зерносушильных комплексов, главные агрономы, главные инженера сельскохозяйственной организации и районы. Кроме того, определено 5 номинаций при заготовке кормов. Туда будут включены также комбайнеры кормоуборочных комбайнов, водители, занятые на отвозке кормов от комбайнов с емкостью кузова до 30 кубических метров, водители, занятые на отвозке кормов от комбайнов с емкостью кузова от 30 и более метров кубических, сельскохозяйственные организации также и районы. То есть все, кто себя проявил в своей работе? На заготовке урожая, заготовке кормов. Все будут отмечены. Я так понимаю, что, конечно же, фамилии победителей пока секрет, пока вы мне их не назовете. Но интересно, это те люди, которые на протяжении уже нескольких лет у нас в лидерах или будут и новички? Действительно, в последние годы абсолютными лидерами среди старших комбайнеров и комбайнеров зерноуборочных комбайнов сложился определенный их костяк. Но в этом году могу сказать однозначно, что будут и новые лидеры, которые будут отмечены на областном празднике даже иногда. Молодежь? Молодежь. И не только молодежь, но и люди, которые заняты уже не один день на производстве, на получении зерна. Какие награды за свой труд получат лучшие работники? В соответствии с условиями ежегодного областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке зерновых и зернобобовых культур и заготовки кормов, значит, победителям будут вручены дипломы и денежные премии. За первое место будет вручен диплом и денежная премия от 80 до 100 базовых величин. За второе место будет также диплом и денежная премия от 60 до 80 базовых величин. За третье место диплом и денежная премия от 40 до 60 базовых величин. Сельскохозяйственные организации, также и районы будут награждены почетными дипломами и денежными вознаграждениями. Для сельскохозяйственных организаций за первое место будет 150 базовых величин и диплом, второе место 100 базовых величин, третье место 80 базовых величин. Районы за первое место 13 500 базовых величин, второе место 10 000 базовых величин и за третье место 6 500 базовых величин. Есть веская причина съездить на дожинки работникам и руководителям этих хозяйств и районов, конечно же. А что про простым людям, просто гостям праздника можно будет интересного увидеть? Потому что обычно дожинки это презентация итогов года, показывают организации предприятия лучшее, что у них есть. Ну, конечно же, там будет представлена продукция наших и молокоперерабатывающих предприятий, мясоперерабатывающих предприятий. Ну, конечно же, будет задействована и торговля области. Это будет и райпо, естественно, там будет лучшая продукция наших производителей. Да, в конце концов будет просто интересный праздник. Праздник, да. Министерство сельского хозяйства и продовольствия рассчитывает до конца этого года нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции до 3 миллиардов долларов. По этому показателю в стране отмечается рост. Интересно, как выглядит Гомельская область и сколько мы зарабатываем на экспорте? Экспорт продукции является одним из приоритетов в работе агропромышленных предприятий области. В этом году перед подведомственными организациями поставлена задача по увеличению экспорта и обеспечению положительного сальдо внешней торговли. Согласно статистическим данным, за 9 месяцев текущего года предприятия агропромышленного комплекса Гомельской области экспортировали продукцию на 285 миллионов долларов США, что составляет с темпом к уровню прошлого года 106%. Сальдо внешней торговли сложилось положительное и составило также 246 миллионов долларов США. То есть область также работает, как и республика, имеем положительные показатели. Продолжим эту тему. Уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что мы в прямом эфире. И если у вас есть вопросы, которые касаются деятельности сельскохозяйственной отрасли, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Еще для этого есть время. 340-043. Номер телефона в нашей студии. Сергей Николаевич, наши традиционные экспортные позиции – это мясная и молочная продукция. Со сколькими странами, с какими странами мы сегодня сотрудничаем? Куда отправляется наше продовольствие? Сейчас наша продукция поставляется в 27 стран мира. Основным внешнеторговым партнером Гомельской области является, естественно, Российская Федерация. Предприятия промышленного комплекса поставляют свою продукцию в 53 региона Российской Федерации. Вторым направлением является Казахстан. Третье – Грузия. На сегодняшний момент продолжаются поставки продукции в Украину, Армению, Таджикистан, Азербайджан, Туркмению, Узбекистан. Кроме того, предприятиям постоянно ведется активная работа по расширению графии поставок и поиску новых рынков сбыта нашей продукции. За январь-сетябрь текущего года предприятиями нашей области освоены новые рынки сбыта, такие как Турция, Оман, Непал, Сирия, Корея, Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур. Наши молокоперерабатывающие предприятия, такие как Калинковичский молочный комбинат, поставляют свою продукцию в Турцию, Оман, Сирию и Непал. Туровский молочный комбинат экспортирует продукцию своей сырье в Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур. Открытое акционерное общество «Гомель Хлебопродукт» экспортирует свою продукцию в Корею. Интересно. Китай сегодня считается одним из самых перспективных рынков мира и туда хотят выйти все. Гомельская область вышла. Одно из первых. Вышла с молоком, медом и даже с березовым соком. Какие у нас перспективы дальнейшие? Есть ли планы по увеличению поставок? Китай действительно сегодня является перспективным рынком. Он уникален по своей емкости. Первые партии молочной продукции сегодня уже отправлены в этом году. Это сухое молоко Калинковичского молочного комбината, сыры Туровского молочного комбината и молоко нашей мелковиты. Всего реализовано на сегодняшний момент более 100 тонн. Это на сегодняшний момент только первые пробные партии. Развитие поставок данного региона для нас перспективны и выгодны в финансовом плане. Мясная продукция на сегодняшний день не экспортировалась еще в Китайскую Народную Республику. Так как сейчас проходит сертификация наших мясоперерабатывающих предприятий и кредитование на поставки продукции в Китай. Что касается основного нашего рынка, то тут погода бывает переменчивой. Стало ли меньше претензий к качеству продукции со стороны Россельхозназора? Конечно, основной рынок сбыта это у нас Российская Федерация, как мной уже отмечалось. Однако, наше предприятие не зацикливается только на этом рынке. Если в 2015 году на рынок Российской Федерации поставлялось 97% экспортировать нашей продукции, то на сегодняшний момент эта цифра составляет около 80%. Поменялся характер несоответствий. Если в 2016 году больше претензий было по причине микробиологических показателей, то сегодня несоответствия отмечаются связанные с технологическими процессами. По-прежнему имеет место фальсификация продукции наших производителей. И имелись факты фальсификации продукции нашей мелковиты. А фальсификацией кто занимается? Поставщики. Другие, которые... Ну, это не наша продукция, потому что проводились проверки по фактам возврата. Претензии предъявляются нашим производителям. Это и Рогачевский малышоконсервный комбинат, и, как я говорил, уже мелковито. И приезжает то, что в глаза не видели, да, в Рогачеве? То, что не производилось на этих предприятиях. Ну да, ситуация неприятная. Последние проверки что показали? В 2017 году, в текущем году, российской инспекторами Россельхознадзора у нас проверяли 4 предприятия. Мониторные показали, что получение продукции и ее переработка на предприятиях достойна хорошей оценки. Но нам еще есть над чем работать. Ограничения наши предприятия налагались и часто наложены по формальным причинам. Поэтому сегодня специалисты области, перерабатывающих предприятий, работают совместно с Министерством сельского хозяйства нашей страны на снятие всех этих недоразумений, которые возникают с Россельхознадзором, с инспекторами Россельхознадзора. Спасибо. Белорусская продукция экологичная, качественная и конкурентоспособная, заявляют производители. А доверяете ли вы ее качеству? Мы поинтересовались мнением гомельчан. Доверяем, конечно. Но почему? Потому что наше производство лучше, чем даже взять российское. И сметана, и все в России, вон как хвалят наше белорусское. Ну и вообще, я считаю, что надо поддерживать своего производителя. Доверяем, очень даже доверяем. Я лучше беру сельскохозяйственную продукцию нашу, белорусскую. Конечно. Вы уверены, что там нет нитратов, нитритов и прочего? Ну, они, наверное, везде есть, но все равно, оно же и хранение здесь. Там хранятся, неизвестно, сколько захранится. Допустим, овощи, пока сюда придут все. А у нас же и хранение лучше, и все. Нет, и лучше белорусское. Доверяем, да. Особенно белорусской продукции, которая касается молочной продукции. Вот что продукты питания нравятся очень. Тем более, что они завоевывают. Я знаю, международные места первые. Поэтому доверяем. Доверяю однозначно. Молочная продукция великолепная, мясная продукция великолепная. Я имею возможность сравнивать. Я бываю на Украине, в России. Качество отличается в лучшую сторону у нас. Мне намного больше нравится. Я приезжаю, привожу своим друзьям колбасные изделия, мясные, деликатесы, молочную продукцию. Очень довольна. Конечно, доверяю, потому что я сам из деревни. Здесь учусь в Белорусском государственном среде транспорта. Я больше предпочитаю свои продукты употреблять еще. А уже такие, которые дома не выращиваем, то, конечно, покупаем здесь. Я доверяю. И дело в том, что у нас санитарные нормы относительно, мне кажется, жесткие и выдерживаются. Потому что вот в России, я езжу, там родственники, там более некачественная продукция. И там больше шансов на некондиционный товар нарваться. И вот наши родственники, в Брянске, допустим, у меня родственники, они охотно берут, вот мы возим туда нашу и колбасу, и вот молоко сгущенное там. Ну, продукцию сельскохозяйства, она очень популярна. И еще, у меня родственники есть в Сибири, это Кемеровская область, Новокузнец город. Вот в прошлом году была там выставка сельхозпродукции нашей. Там охотно, очереди были нескончаемые, вот мне двоюродная сестра писала. И брали охотно нашу продукцию. Всю. Молочную, вот мясную. Поэтому я скажу, что я беру нашу продукцию без опасений. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о сельском хозяйстве. Около 10 минут остается до окончания эфира. Поэтому, если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, воспользуйтесь такой возможностью и дозванивайтесь к нам. Сергей Николаевич, а вам приходилось слышать другие отклики, отличные от тех, которые мы слышали сейчас? О качестве нашей продукции, может быть, какие-то, если не замечания, то предложения по совершенствованию? Мне очень важно и спасибо за то мнение, которое сегодня высказывали наши потребители. Ведь самая главная оценка работы наших перерабатывающих предприятий – это наш потребитель. Спасибо огромное за оценку, за то, что вы нас цените. В феврале текущего года в городе Москва состоялась 24-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2017». Данная выставка является крупнейшим в России и Восточной Европе продовольственным формом, демонстрируя широчайший выбор разнообразных продуктов питания и напитков. В рамках данной выставки был проведен международный конкурс «Лучший продукт 2017 года». В нем приняли, конечно же, самое активное участие наши молока- и мясоперерабатывающие предприятия нашей области. И я скажу небезуспешно. Значит, оценили жюри, нам дали 7 золотых медалей. Это такие предприятия, как «Мелковито», «Рогачевский молочноконсервный комбинат», «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока», «Калинковический молочный завод» и 3 мясокомбината «Гомельский», «Жлобинский» и «Калинковический». Кроме того, в рамках конкурса «Дегустация. Лучший вкус» «Мелковито» получила также золотую медаль за свою продукцию. В рамках того же конкурса дипломы первой степени получили еще «Рогачевский молочноконсервный комбинат» и «Мозорские молочные продукты». То есть продукция действительно оценена и в России, и в Москве на международной выставке. Поэтому продукция наша действительно качественная и востребована сегодня. Ну, это хорошее подтверждение ее качеству, конкурентоспособность на мировом рынке в соответствии мировым стандартам. А приходилось ли вам слышать какие-то другие отзывы и от кого? Ну, других отзывов, фактов, подтверждающих некачество продукции, скажем так, не было. Отзывы иногда появляются, но тем не менее при проверке фактов некачественной продукции подтверждение такого. Ну, то есть перерабатывающая наша промышленность работает достойно. Достойно, да. Увидим в следующем сезоне, как овощи сохранятся. У нас есть вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Мы вас слушаем. У меня вопрос... Пожалуйста. ...человеку. Значит, скажите, пожалуйста, что планируется с упаковкой 900-граммовой? Она будет продолжаться так же, вот это вот надувательство, или как-то приведет нормальный ее, как бы в обычный размер, литровая упаковка, что была? Молоко вас интересует, да? Да, молоко, кефир. Молоко, кефир, 900-граммовая упаковка. Вопрос, наверное, скорее к торговле, да, или к производителям? Ну, это вопрос и торговли, и производителя. Спасибо, уважаемый телезритель, за вопрос. Значит, сегодня производители не только нашей области, но и всей республики используют такую же упаковку. Поэтому говорить, что это надувательство, ну, вы же видите на упаковке, сколько там сегодня написано грамм, и вы платите за то, что покупаете. Поэтому здесь никакого надувательства нет. Качество продукции – это во многим вопрос технологий. А со временем агропромышленный комплекс становится все более инновационным. Соответствуем ли мы? Поспеваем ли мы за современными технологиями? Конечно же, аграрии области сегодня стараются не отставать от технического прогресса. Активно внедряются новые технологии, как в растеневодстве, так и в животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции. В целом, за 2011 и 2017 годы агропромышленными предприятиями для проведения модернизации и увеличения производственных мощностей было приобретено порядка 5000 единиц сельскохозяйственных машин и оборудования, что позволило сделать очередной шаг по совершенствованию технологий производства, улучшению качества выпускаемой продукции и развитию, естественно, экспортного потенциала. На всех сегодня перерабатывающих наших предприятиях установлено современное оборудование. Внедрены международные стандарты качества, это и ИСО, и ХАСП. Проводится многоступенчатый контроль качества сырья и технологических процессов, что позволяет добиваться определенных результатов и стабильно высокого качества нашей продукции. Какие инвестиционные проекты сейчас реализуются в нашем регионе? В настоящее время в нашей Гомельской области в рамках заключенных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных договоров реализуется 6 инвестиционных проектов приоритетных, направленных на получение продукции лучшего качества и снижение ее себестоимости, в первую очередь за счет модернизации и технического перевооружения имеющихся мощностей. В частности, открытым акционерным обществом Туровский молочный комбинат сегодня реализуется инвестиционный проект по строительству молочного завода на территории Житковического района. Унитарным предприятием «Беларусьнефть» особенно ведется реконструкция комбикормового комплекса и строительство цеха убоя и переработки мяса птицы. В целом, начиная с 2009 года, на территории области реализовано более 10 инвестиционных проектов. Кроме того, что я уже сказал, хочу отметить, что как реализованные, так и реализуемые инвестиционные проекты направлены на насыщение внутреннего рынка и повышение экспортного потенциала предприятий Гомельской области. Только вот хотелось бы, Сергей Николаевич, чтобы наряду с такими новенькими, суперсовременными, похожими на космический корабль, больше, чем на ферму предприятиями и цехами, как можно меньше оставалось таких, куда еще страшно зайти. Журналисты знают, журналисты бывают. А вот как вы это соотношение и планы по дальнейшей модернизации оцениваете? Фермы, комплексы? Тут еще много у нас работы в модернизации именно этих помещений? Модернизация есть всегда, потому что сегодня есть помещения в животноводстве, которые действительно требуют модернизации. Сегодня в области порядка 50% молока, производимого в сельскохозяйственных организациях, производится на современных доильно-молочных залах с роботизированными установками. Поэтому модернизация сегодня идет, идет строительство новых ферм, и она будет продолжаться. Спасибо. У нас есть вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте. Я прошу вас, пожалуйста, коротко и по сути сформулируйте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а наша мясная и молочная продукция в Российской Федерации продается по такой же цене, как в наших магазинах, или другая цена, может, какая-то там? Спасибо. Сергей Николаевич, как прокомментируете ценовую политику на внешнем и на внутреннем рынке? Спасибо за вопрос. Вопрос, конечно, хороший, но я сегодня не готов вам ответить по ценному вопросу. Если телезритель интересует, я попрошу, оставьте свои координаты. С вами свяжутся специалисты и вам пояснят ценовую политику, какая сегодня у нас в республике и какая за пределами республики. Хорошо. Тогда продолжим. Работа в сельском хозяйстве, она очень важная для страны, для того, чтобы жило село, чтобы все мы жили. Но она трудная. А трудности сейчас особенно никто не любит. И, конечно, молодежь... Ну, нельзя сказать, что стремится приехать в село, стремится работать в сельском хозяйстве. Скажите, пожалуйста, что предпринимается руководством отрасли для того, чтобы молодые кадры, обученные кадры, квалифицированные, которые могут разобраться в новых технологиях, чтобы они оставались работать на селе? Значит, сегодня молодые специалисты по прибытию на работу в сельскохозяйственной организации обеспечиваются все служебным жильем. Те специалисты, которые проживают в общежитиях, имеют право становиться в очередь на улучшение жилищных условий. В соответствии с действующим законодательством, молодым специалистам выплачиваются подъемные в размере одного должностного оклада и отпускные в размере стипендий. В течение первых двух лет работы по направлению производится доплата к заработной плате в двукратном размере тарифной ставки первого разряда. Специалистам, продолжающим работать в сельскохозяйственных организациях, после последующих трех лет выплаты осуществляются в трехкратном размере тарифной ставки первого разряда из средств Республиканского фонда поддержки сельхозпроизводителей. Для выпускников высших учебных заведений и среднеспециальных учебных заведений, прибывших на работу в Брагинский, Ветковский, Кармянский, Наравлянский, Хойницкий и Чечерский районы, предоставляется отсрочка от срочной службы в армии на период их работы. Выпускникам, прибывшим на работу пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС районы, после первого года работы выплачивается единовременное пособие в размере 10 тарифных ставок первого разряда, после второго года работы 12 и после третьего года работы 15 тарифных ставок первого разряда. Кроме того, для повышения уровня закрепляемости и недопущения оттока кадров об исполкомном совместно с располкомами проводятся систематически, систематически изучаются условия труда, социально-бытовые условия и какие вопросы есть от молодых специалистов они обсуждаются и решаются в рабочем порядке. На этом мы вынуждены нашу беседу завершить. Сергей Николаевич, спасибо вам за сегодняшний диалог, успехов вам и труженикам села в реализации поставленных задач. Спасибо, Ольга. Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома Сергей Андруш был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok